Я просил вас подойти сегодня для того, чтобы обсудить вот это историческое место Кремля. Как вы знаете, здесь в 30-е годы было разведено это здание, а исторически здесь находилось два монастыря и церковь. У нас с 2001 года практически начата реконструкция. В 2007 году мы приступили к такой серьезной работе, уже практически здания снесены. Здесь находилась часть администрации президента. Мы благополучно наших коллег вывели на Старую площадь и там разместили. И в целом работать там достаточно комфортно. У нас здесь в ближайшем районе от Кремля достаточно много площадей. На которых можно размещаться и достаточно комфортно работать и близко к президенту президента. Какая возникла идея? Не восстанавливать этот новодел, а наоборот восстановить исторический облик этого места с двумя монастырями и церковью. Но придав им, конечно, сегодняшних условий исключительно характер культурных ценностей. Вот, разумеется, нужно будет проговорить и с общественностью, и с московской общественностью, и с архитектурной общественностью. Согласовать этот вопрос с ЮНЕСКО, поскольку Кремль находится под охраной ЮНЕСКО. Ну и вообще проработать это все для того, чтобы спокойно, без суеты, но основательно подойти к решению этой задачи. Если, конечно, все мы придем к выводу, что это целесообразно. На этом месте, как вы знаете, было два монастыря. Вознесенский, который служил в усыпальнице Великой Князей, Княгинь и Цариц. Он был основан в конце, на рубеже 14-15 века, Великой Княгиней Просилии, которая была женой Дмитрия Донского. И Чудов монастырь, чуть ближе к нам, который был основан митрополитом Алексеем. И он на этом месте находился ханский двор. И когда заболела ханша Тайдула, она была слепа. Предлашен туда митрополит Алексей с тем, чтобы ее исцелить. И он действительно дадал такую веру, как говорится, с горчишной изорвы, что он исцелил ее. И она подарила ему ханский двор, на котором он основал Чудов монастырь. Вот эти два древнейших московских монастыря существовали здесь до 29-го года. И ближе еще к нам, причем здания монастыря выступали значительно ближе, чем это здание на площади. Площадь практически была занята зданиями Чудов монастыря. Здесь находился Малый Николаевский дворец, знаменитый тем, что там состоялась известная встреча Николая I с Пушкиным, когда он сказал, что я буду твоим личным цензором. Это все было в 29-м году, несмотря на сопротивление общественности. Общественность сильно сопротивлялась, да, архитекторы и художники. Все это было снесено для строительства этого здания. Оно было построено в 29-м году, был конкурс. Собственно говоря, его строительство было связано с тем, что необходимо было разместить школу военных курсантов имени ФЦИК, которые несли службу по охране Кремля и всех кремлевских объектов. Такой в ранней переписке вполне откровенные тексты, почему это нужно. И это здание было в 32-м году открыто. И дальше оно переживало несколько реконструкций. Одна реконструкция была в 58-м году под Кремлевский театр, затем в 68-м году и последняя в 81-83-м году. Честно говоря, как архитектор могу сказать, что это здание само по себе, ценности действительно не представляло. Хотя построен неплохим архитектором, Иваном Джерембергом, он телеграф построил, может быть, знаете, на Киевском, это Киевский вокзал. Но это одно из его самых слабых произведений, которое, к сожалению, для Кремля все-таки не годится. И поэтому никакой особой утраты изменений не будет. Я сразу хочу сказать, что я ни на чем не настаиваю. Это как идея, предложение. И если, повторяю еще раз, это архитектурная общественность, общественность вообще со счетом целесообразным, я дам тогда поручение Управлению делами Минфину, чтобы спокойно в рабочем, в плановом порядке проработать. Смотрите, очень хотелось бы проработать, потому что вообще это здание, как бельмо в глазу, в этом ансамбле Кремля. Так бы и сразу и начинали. А решение можно найти, но надо продумать. Ну хорошо, давайте так. Вообще с ним можно, чтобы... Сергей Семенович, была еще одна идея, имея в виду, что здесь большой очень поток туристов, открыть Спасскую башню, ворота Спасской башни, с тем, чтобы туристы могли бы заходить от райских ворот. Очень правильно, потому что огромный поток туристов заходит со стороны Кутафи башни, и приходя сюда, они упираются в Спасскую башню, разворачиваются обратно, для того, чтобы пройти на Красную площадь, обходит весь Кремль, и это, конечно, тяжелая такая логистика. Если будет выход непосредственно на Красную площадь через Спасскую башню, то это, конечно, будет больше и гораздо комфорт и для горожан, и для туристов. Давайте так и сделаем. Но до того, как мы приступим уже к реализации самой идеи, этого плана, здесь можно было бы парк пока разбить. Да, хотелось только, чтобы он был сдержанный такой, пока. Ну, это тоже сделаем в ВКонтакте и в диалоге с вами. Ну, хотелось бы обсудить все с насчет. Да-да-да, ну, само собой разумеется. Я знаю, насколько это все чувствительно еще. В общем, я представляю, что это такое, что это такое, связываться с вами особо не хочу. Мы готовы вот в нашем институте, где ректор был. Можно провести студенческий конкурс на парк, где провожу? Да-да-да, пожалуйста. Это все сделаем без всякого лентаризма, в контакте со специалистами. Если здесь будет восстанавливаться затем монастырь, имея в виду культурную часть собора, то, конечно, здесь и парк или сквер должен быть уже разбит с учетом дальнейшей работы, чтобы мы дважды не сносили, не переделали. У нас все эти деставраторы... Здесь, к сожалению, надо учитывать то, что тогда этой площади не будет в том виде, в котором мы сейчас выжимаем. У нас деятели культуры часто жалуются на то, что мы очень много передаем церкви. И здесь вот большая дискуссия. Ну, вот эти объекты можно сделать. Повторю еще раз, хотя бы на первом этапе, исключительно создать и как объекты культурного наследия. Стараться. Поскольку я занимался исторностью монастырей, еще при Советском Воле с вами искать материалы в восстановлении, к сожалению, недостаточно. Ну да, я смотрел тоже фотографии, картин. Кстати, надеюсь, что специалисты смогут так забирать. Кстати, здесь, может быть, провести дополнительные и археологические изыскания, где мы уже увидим и основание церкви, и поздние исторические слои. Наверное, надеюсь. Наверное, для основателей подходить надо. Солнечные фундаменты Малого Николаевского дворца мы найдем. Да, и церковь Екатерина тут очень хорошая была. Руссия, и новый собор в чудо-мастыре он тоже не попал. Хорошо, тогда давайте попробуем начать эту работу. Спасибо вам.